Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в MySummoCar. И сегодня нас ожидает первый рабочий день, или скорее всего завтра, потому что уже 9 вечера. Надо как следует отоспаться, и где-то двое суток, я думаю, мы будем заниматься сливом дерьма. Как вы видите, 4 точки у нас доступны, а должно быть, кстати, по-моему, 5. Где-то вот здесь вот затерялась пятая точка, как бы двухсмысленно это не звучало. Так что было бы неплохо, конечно, дождаться еще одного звонка, но если на утро звонок так и не прозвучит, мы, наверное, поедем и так. Хотя бы выполним эти 4 задания и получим, я думаю, уже неплохую кругленькую сумму. Так что давайте соберемся, наверное, в поездку, перед тем, как ложиться спать. Еще у меня в инвентаре фотоаппарат я вот тут взял, макарохи в дорогу, пивосы, естественно, как же без него. И также канистру. Канистру я взял только одну с бензином. На этот раз попробую не забыть, друзья, заполнить эти канистры. Вторая у нас валяется в фургончике, да, вот здесь вот. Так, сишки можно, в принципе, взять в упаковочку, а то у меня там осталось совсем немного. Давайте, кстати, перекур устроим небольшое, а то стрессовое очередное состояние. Так, ну и, собственно, все, наверное, больше мы брать с собой ничего не будем, больше нам ничего и не понадобится. Еда есть, плюс заскочим еще похавать в магазин, приобретем что-нибудь попутно. Давайте подгоним, что ли, говновозг сюда. Хотя в этом нет смысла. Ладно, давайте сначала закинем туда всякое барахло. Потом пойдем отдохнем, поспим. Только я боюсь звонок пропустить, но я думаю, звонка никакого и не будет, на самом деле. Скорее всего, его еще долго придется ждать. Так что давайте пробежимся, небольшую пробежечку вечернюю устроим. Закинем всякое барахло. Кстати, надо магнитол, наверное, с собой взять, потому что здесь не стереозвук в говновозке. И будет приятнее, конечно, если звук будет объемней. Так, мы все это размещаем вот сюда вот. Хотя мы могли бы и в рюкзаке, конечно, все это держать. Так что не знаю, возможно, это бессмысленно. Давайте откроем. Откроем окошко. Вроде как только при открытом окне теперь можно высовываться. Давайте проверим даже. Раз у нас время для подготовки есть. Да, вот таким вот образом мы можем высовываться. А если я окно закрою, подниму стекло. То я, по-моему, да, так сделать не могу. Я вот сейчас нажимаю клавишу Q, но ничего абсолютно не происходит. Так что мы будем с открытыми окнами вечно ездить. Потому что это удобнее высовываться из окна и осматривать территорию. Так, ну ладно. Тогда мы загрузили всякое барахло. Возвращаемся домой. Сейчас поспим. Надо поссать по дороге. Так и осуществляется типичная пробежка. С зожников можно и покурить, пока бежишь. Главное, чтобы сердце не схватило. Или легкие не заболели. Когда их нагружаешь бегом, плюс еще куришь попутно. Так, давайте с этой стороны зайдем. Ну, тогда давайте спать. Придется, наверное, сейчас выключать в таком случае телефон. Потому что будет звонить ночью наверняка Михалыч. Так что отрубаем. Там сигарету, естественно, мы выкидываем сюда, вот в уголок. У меня тут пепельница, естественно, организована. Ложимся и на утро, наверное, позавтракаем. Отправимся уже работать. Или не на утро. Почему, почему? Я в 4 часа ночи просыпаюсь. Хотя телефон даже отключен. У меня... Снова дождь, кстати. Меня никто не разбудил. Я лег в 9. Я дико спать хотел. Может, из-за того, что пить хочется. Да, возможно, кстати. И жрать теперь хочется. Давайте съедим вот эти вот сосиски, залежавшиеся здесь. Которые родители, видимо, нам оставили. Ладно, теперь можно вырубать, наверное, телефон. Уже наплевать. Сейчас в любом случае мы будем сидеть, торчать у телевизора. Ночью и в дождь, тем более, не очень хочется. Кстати, я их не съел, а положил в инвентарь. Не очень хочется ехать на говновозке. Сейчас чуть-чуть посидим. Посмотрим нашу интеллектуальную любимую передачу. Если, конечно, отрубаться каждые 3 секунды телевизора не будет. И уже нормально поспим до утра. Я так понимаю, мы ранним утром встанем, если я вот прямо сейчас лягу. Погнали. Да, 6 утра. Действительно, какой-то сезон дождей. Дождь до сих пор не закончился. Ладно, берем магнитолу, наверное. До сих пор звоночка нет. Но попробуем, попробуем заехать сюда. Может быть, канализация там заполнена. И без звонка мы сможем выполнить задание. Так, наберем магнитолу. Главное, чтобы наше произведение искусства не развалилось. И фонарик, кстати, я бы тоже взял на самом деле. Да, все, больше ничего, скорее всего, не понадобится, друзья. Все, тогда поехали. Можно еще немного покурить. Еще одну сигаретку. Можно было помыться, конечно. Но для чего тогда дождь, друзья? Жалко, конечно, мы не моемся под дождем. А пыхтеть можем. И сигарета не намокает. Ладно, ничего страшного. Еще к озеру подъедем и искупаемся там. Не хочу сейчас заморачиваться душем. Так, давайте докурим сигаретку, чтобы в салоне не пыхтеть. Не дымить. Все, и поехали. Как раз дождик заканчивается. Вроде ничего не забыл, друзья. Размещаем магнитолу. Вот здесь. Я, по-моему, раньше сюда ее размещал. По-моему, идеальное место для нее. И звук хотя бы будет объемный. Так, выбавим. Надо на максимум, наверное, выкрутить громкость. Правда, немножко смещается магнитола наша. Ни хрена ничего не слышно. Возможно, это мелодия такая. Если что, я закинул где-то 30 классических мелодий из бесплатной библиотеки Ютуба. Я ни хера не слышу. Можно даже... Можно даже вот так вот повернуть как-нибудь. Мне кажется, будет нормально. Ладно, погнали, короче. Короче, поехали, друзья. Друзья, туда я сейчас целый день буду просто возиться. Непонятно с чем тратить время. Заводимся. Полбака вроде как должно быть. Канистры все здесь. Деньги на топливо у нас есть. Стояночный тормоз мы вырубаем. Первая передача. Повышенная. Также свет включаем. И погнали, друзья. Через лопе мы, естественно, отправимся. Письмо, кстати, до сих пор валяется. Блин, сраное стекло. Наверное, мы его выбьем, друзья. Или не выбивать. Надо, кстати, пристегнуться, не забыть. Там столько разводов на этом стекле, что ни хрена не видно. Особенно, когда выйдет солнце светить. Так, втыкаем вторую передачу. Тогда я буду видеть только эти разводы. И больше ничего. Обзора мне никакого не будет. Можно, кстати, маячки включить. Для атмосферы. Опять же, вот так. Вот так незаметны эти разводы и грязь. Когда солнце не светит. Прямо на лобовуху. А когда мы выезжаем на светлое какое-нибудь место, сразу все дерьмово видно. Так что, в принципе, можно выбить стекло. Оно все равно рестнится. И заново появится. Так что мы ничего в любом случае не потеряем. Ремонтировать говновозку не нужно абсолютно никак. Так что, может быть, и разобьем. Если прям дальше совсем будет это напрягать. И тем более, никаких последствий не будет. То есть, даже если у нас выбито стекло, безопасность останется прежней. Если мы пристегнемся, то приблизительно на скорости где-то 70, по-моему, километров в час мы сможем сохранить жизнь. Если мы будем давить под сотку, то и ремни безопасности не помогут абсолютно никак. Так, проезжаем железнодорожные пути. Но всегда можно, опять же, вот так вот высунуться. Смотрите, как чисто теперь все видно. Без сраного ублюдского лобового стекла. Надо, кстати, поближе, наверное, сесть. А то у меня фоффа опять выкручена на 90 или больше даже. Так, заворачиваем. И мы сейчас уже... И мы с... Это поле, блин. Я подумал, какой-то домик разрушенный или сгоревший, как возле свина. И мы сейчас, в общем, чекнем еще одного человека, который так и не дозвонился. К нам. Попробуем слить у него дерьмо. Может быть, он заплатит. Вообще, посмотрим, насколько заполнена канализация. А там дальше по ситуации... Почему музыка не играет? Блин, может быть, я... Я, возможно, галочку не поставил, друзья, и не, твою мать, загрузил мелодии. Так что при любом удобном случае мы засейвимся, и я перезайду в игру. Ладно, давайте стандартную музыку включим пока что. Так, дотянуться я смогу до переключения канала, да? Нормально. О, нашу родную долбежечку, друзья, давайте послушаем. Как раз, смотрите, маячки в тему. Небольшой клуб устроил у себя прямо в кабине. Так, надо, наверное, для разгона на вторую переключиться. И теперь здесь уже ваткнуть третью. Вот он, на повороте где-то дом должен быть. Вот здесь вот. По-моему, к нему можно... Ну да, вот он, собственно. Можно и с той стороны к нему подъехать, можно и с этой. И там тоже вон мужик сидит, у него есть задание по высасыванию дерьма. Но где сама канализация, сама яма, я не совсем помню. Где-то сзади дома. Да, вот он. Так, ну давайте тормознем, поставим ручник. Посмотрим, насколько она заполнена. Главное, самому туда не свалиться. А то давно не практиковался. Ну вот, вроде как под завязку. Давайте попробуем, давайте попробуем. Мужик, ты же заплатишь, ты же честных правил, человек. Ты ведь лучше не шути со мной. Ну посмотрите, взгляд, мне кажется, честный. Самый честный человек в мире. Так что он сейчас заплатит нам за работу. Так, прихлопнулся руку гребаной дверью. Так, аккуратненько мы вот сюда перемещаемся. Все, тормозим, нейтралку ставим. Можно сразу, наверное, включать помпу. Надо ось, кстати, спустить. Давайте так и сделаем. Так, и закидываем шланг. Можно, кстати, сюда переместить магнитолу. И пока послушать музончик, пока мы занимаемся работой. Так, сейчас стрессовое наше состояние будет только ухудшаться, обостряться. Так, блин, по-моему, я узелок, друзья, закрутил, твою мать. Теперь развязывать это все придется и пихать заново, скорее всего. Да, вот уже длины не хватает. А нет, все нормально. Размотался. Так, не достается, что ли? Или высасывается. Да, высасывается, только как-то странно. Ну, вы сами все видели. Так, мужик, но если ты не заплатишь, я впечатаю тебя вот в эту скалу, в этот булыжник. Ты просто обязан заплатить. Даже пар, смотрите. Ну, вроде, на самом деле, все, но платить он не хочет. И высасывается то, что на дне осталось, тоже. Посмотрите, что там уже творится. Как будто раздвоился наш шланг. Так, что происходит? Что? Такое ощущение, друзья... А, нет, все нормально. Я уж подумал, как ты приклеился там. Ну, короче, все. Я вроде как все высосал, но мужик платить не хочет на руле. Он отказывается нам платить. Кусок дерьма. Так что мы зря работали, зря высасывали его дерьмо. Ублюдок. Возможно... Давайте нас сыном ему... Добавим обратно всего дерьма. Можно и слить, на самом деле, на него, но я получу потом безумный штраф. Ладно. Короче, сворачиваемся, друзья. Продолжаем. Надо было все-таки дождаться звонка. Теперь уже никак. Еб твою мать. Начинается вытаскивание шлангов. Все, вроде нормально. Там вроде как на дне что-то осталось, но мне кажется, так всегда остается. Ладно. Вытаскиваем шланг. И едем тогда в лопе. Там два задания. И теперь, видимо, я вообще зря это сделал, друзья. И теперь, скорее всего, он позвонит только тогда, когда у него снова заполнится канализация. То есть я бесплатно ему организовался. Говна кусок. Забирай свое дерьмо. Ладно, едем дальше, друзья. Погнали в лопе. Обидно, конечно. В пустую потратили время. Или, может быть, когда он позвонит, я к нему приеду, и он сразу заплатит деньги, потому что я уже наперед так текаю. Надо притормозить. Поздороваться с Иванычем хотел, но он отсутствует сегодня. Ладно, тогда едем дальше. Еще механик, кстати, так ни разу и не позвонил и не предложил одну из своих работ. А у него две, по-моему, работы. Поиск металлолома и также выливание дерьма на порог здания техосмотра, если я не ошибаюсь. И за одно задание он платит бутылками водяры, а за второе, по-моему, деньгами все-таки. И сейчас деньги, конечно, важнее для нас, чем водяры. Водяра будет важна для нас только тогда, когда у нас тачка сломается и будет уже безысходная ситуация, безвыходная. Тогда нам останется только напиться и умереть, наверное. Подъезжаем в лоппи. Первая канализация вот здесь вот сразу. Если направо двигаться. Так, давайте, наверное, притормаживать. Вторую передачу воткнем. Подождите, а что это за палаточка? Это дополнительная работа, да? Я совершенно забыл. Да, я твою мать. Давайте пониженную врубим. Я совершенно забыл, что я поставил также плагин на дополнительную работу по сбору яблок или, не знаю, каких-то еще плодов. Так, что-то я просел дико. Давайте возьмем правее. Так что, в принципе, мы можем также пособирать и ямлочки. Правда, мужика нет никакого. А здесь монитор установлен, друзья. Все автономно абсолютно. Так, ладно, давайте сначала засунем шланг в дыру, так сказать. И пока будет высасываться дерьмо, мы можем пособирать яблочки, например. Как вам такой вариант? Так, тихо, ручник. Помпу сразу включаем. Отстегиваемся. Классно торчит рычаг КПП. Так, нормально, нормально проканулся, друзья, идеально, можно сказать. Может, подержи. Так, разворачиваем шланг. Главное его не потерять. Потому что резается он только после перезахода. Хотя, с другой стороны, здесь же сортир есть, где мы можем засевиться. Мы сейчас, скорее всего, так и сделаем, чтобы музыку врубить. Так, ну, давайте сначала как следует поработаем. На двух работах работаем. Прямо в один день и в одном месте. Так. Что у нас тут? Или что это? Ящик апельсинов написано 50 марок. Ящик яблок 200 марок. Но куда их собирать-то? Здесь нет ни корзинок, ни хрена. Твою мать. Да, видимо, надо все-таки дождаться, друзья, чувака, который здесь сидит. И он будет раздавать корзинки, скорее всего. Потому что я собирать ни яблоки, ни апельсины не могу. Просто так, без какой-либо емкости. Так что, видимо, сборщикам апельсинов мы не поработаем и яблок. Ладно, ладно. Давайте посмотрим, сколько нам заплатит этот чувак. Там уже говно, наверное, практически слилось. Будет забавно, конечно, если он тоже не заплатит. Может быть, работа немного изменилась с тех пор, когда мы последний раз с этим занимались. Надеюсь, что нет. В принципе, уже должно быть готово. Но что-то никак. Так, да, все нормально. Он заплатил, друзья. Смотрим, 1200. Да, очень неплохо. Очень неплохая сумма. И было бы еще, конечно, замечательнее, если бы все мне платили и тот чувак, даже который не звонил. Так, ну что, погнали. Утягиваем. И поехали дальше. Засейвимся у механика тогда. И будем выполнять остальные работы. Уже 10 часов, кстати. Скорее всего, нам все-таки суток хватит для того, чтобы закончить всю нашу работу. Так, а что шланг не хочет возвращаться? Видимо, прямо за конец нужно взять. Да. Все. Крышку как-нибудь сам, братан, закрой, да? А то что-то слишком мало ты мне платишь. Так, вырубаем помпу и поехали к механику. Парканемся там где-нибудь. Ну, сразу, наверное, возле канализации, кстати, дико хочется пить. Тут водоколонка где-то, которую я пропустил в прошлый раз, когда я делал обзор на этот модификатор. Вот она, кстати. Здесь рядом с домиком как раз-то этого мужика. Так, мы сейчас подъедем сразу в нужное место. Попьем, засейвимся и продолжим работать. Главное, в дереве вот здесь не застрять. Я уже несколько раз застревал. Так, ну нормально. Блин, или сейчас застряну все-таки. Не-не-не. Я до него даже не доехал. Нейтралку втыкаем. Да, пойду я засейвлюсь. А на этом мы уже закончим. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok